В Дворце культуры Тольятти Азота прошла всероссийская премьера музыкально-исторической драмы Александр Невский, которую исполнили учащиеся Балакиревских школ искусств России и студенты Тольяттинского музыкального колледжа имени Щедрина. В постановке были заняты 120 юных музыкантов и артистов из разных городов страны. Премьерные исполнения стали уже традицией. Композиторы о нас знают и к нам всей душой стремятся. Почему? Потому что то, что невозможно сделать одним образовательным учреждением, можно сделать, когда мы вот в таком сливаемся профессиональном и творческом порыве. Отдельная благодарность, конечно, администрации Центра отдыха Тольятти Азот и акционерному обществу Тольятти Азот за то, что у нас есть возможность на такой прекрасной профессиональной сцене осуществлять всероссийские премьеры. Перед началом выступления участников музыкальной исторической драмы с премьерой поздравил заместитель генерального директора по технической политике Тольятти Азота Виктор Казачков. Мы всегда подчеркивали, что вот наш дворец культуры это одна из, наверное, самых привлекательных площадок для выступления. Он уютный, комфортный, у нас прекрасная сцена, акустика, зал. Именно вот в Комсомольском районе здесь такое, да, школа имени Миля Алексеевича Балакирева. Мы ее всегда поддерживаем. Там растут прекрасные музыканты, артисты, которые, наверное, достигнут серьезных результатов, когда станут повзрослее. В 2021 году в России широко отмечали 800 лет со дня рождения русского князя, полководца Александра Невского. В течение полугода в сообществе Балакиревских школ шла работа над созданием масштабной музыкально-исторической драмы. Произведение задумал главный военный дирижер, художественный руководитель академического ансамбля российской армии Валерий Халилов, трагически погибший в авиакатастрофе в 2016 году. Его идею музыкальной драмы об Александре Невском воплотил большой друг школы искусства имени Балакирева композитор Геннадий Лукин. В Тольятти это стало уже большой традицией проводить и начинать премьеру, потому что я думаю, что и надеюсь на это, что это произведение пойдет дальше по всем городам России. И у меня уже, конечно, не первое произведение написано такого рода, объемное, с участием очень многих групп, составляющих и оркестр, и балет, и, соответственно, хор, солисты, плюс струнная группа добавлена в духовой оркестр. Перед зрителями предстала вся жизнь Александра Невского, ставшего защитником земли русской. Основные части музыкального произведения были посвящены главным военным победам князя, Невскому сражению и Ледовому побоищу. Текст драмы о том, как молодому Александру удалось остановить наступление западных соседей на русские земли, написала Людмила Снитенко. Массовое действие, происходящего на сцене, олицетворяло масштабность сражений полководца. Создатели музыкально-исторической драмы Александр Невский сделают видео-версию концерта, которая будет доступна для просмотра в сети интернет.